Приветствую вас. Первое, что хочется, наверное, вас спросить, это то, как вы обращались и обращаетесь со своим чувством отвергенности, своим чувством ненужности и так далее. Второе, это в целом отношение к предательству. Мне кажется, что предательство это некий такой страх изменить, и вот мне кажется, что у вас есть что-то вот такое, вот, подсознательное или вполне себе сознательное. Вы боитесь, что вас сбросят, вас предадут, потому что запрещаете изменение другому человеку, если он изменится, он не уйдет, и запрещаете изменение соответственно себя. Почему происходит так называемое предательство? В моем, как бы, восприятии предательство означает то, что человек изменился. То, что человек изменился, человек либо вырос, либо наоборот, там, как бы опустился на более такой простой уровень. Ну вот, всю ряду причин, может быть, по желанию, может быть, по обстоятельствам и так далее. А мы воспринимаем предательство из нашего требования к другому человеку быть таким, каким хотим мы его видеть. Вот. И в то же время, это боль. То есть, когда человек уходит, когда человек, ну, дает нам понять в той или иной степени, что он изменился, и что мы ему больше не нужны. Это боль. И очень важно то, как вы обращаетесь к этой боли. Очень важно выросить из этой боли, проплакать, прожнить ее. Вот. Это первое. Второе. Из-за того, часто, что я сказал раньше, вы достаточно такой жесткий, в кавычках, серьезный человек. Что значит, в кавычках, серьезный человек? Это не означает, что вы не серьезный, на самом деле. Это, скорее, означает, что ваша серьезность, она доминирует. То есть, почему вам понравятся вот те мужчины, которые попадаются? Да, все очень просто. Все здесь не в синей личности, потому что, что такое сильная личность, и может быть личность быть слабая, это вопрос. Тут, на самом деле, немножечко другая ситуация. Если человек ведет себя как родитель, а вы ведете себя как родитель, в том смысле, что вы же не можете расслабиться. Потому что у вас есть проблемы с доверием, да, у вас есть проблема в том, чтобы отдаваться какому-то чувству, потому что у вас есть опыт, когда какому-то чувству вы отдавались, а, соответственно, вам, ну, как бы, в качестве обратной связи было либо отвержение, либо боль. И момент такой, что это отвержение, эти отвержения и боль для вас означает, означает то, что с вами что-то не так. Вот вы, вы бежите от подобных мыслей, от подобных представлений о себе, что с вами может быть что-то не так, в интеллект, в какую-то жесткость, в требовательность, в родительскость, в серьезность и так далее. А начинать, начинать здесь, конечно же, нужно, можно, и нужно начинать здесь с того, как вы воспринимаете себя, с того, какие у вас у самой представления о себе, с того, как вы себя воспринимаете. С того, позволяете ли вы себе быть равны, позволяете ли вы себе отдаваться чувствам, которые у вас так или иначе есть или будут. позволяете ли вы себе переживать боль и обращаться с этой болью, как-то переживать ее, плакать кому-то, если угодно и так далее. То, что касается того, как вы выстраиваете отношения с людьми, мне кажется, здесь, ну, одновременно и просто, и в то же время нет. Ну, вы тянетесь, как вот в детстве, тянетесь кому-то, и до сих пор тянетесь, тянетесь кому-то, вот только для чего. То есть, ну, вы, что вкладываете в отношения для себя, что вы вкладываете в отношения, что это такое для вас. Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что, ну, опять же, на мой взгляд, да, на мой взгляд, по моему мнению, это то, на что вам, в принципе, нужно обратить свое внимание. Потому что это такая достаточно, достаточно важная вещь, вот. Поэтому, чтобы перестать притягивать свои страхи, вот, мне кажется, мне кажется, вам имеет смысл пойти к ним, ну, навстречу, да, имеет смысл, а, имеет смысл, а, как-то, как-то, вот, ну, скажем, так, может быть, подружиться с ним, вот, я бы так это сказал. Другой вопрос, хотите ли вы этого? И допускаете ли вы для себя подобный опыт? Это вот очень важный аспект, потому что, если нет, если вы не допускаете для себя подобного опыта, если вы не позволяете себе, себе, например, подобный опыт, то вы будете блокировать свои, как мне кажется, переживания. И самое главное, самое неприятное в этом то, что вы будете, вы не будете, точнее, живой. Вот здесь вот сейчас, вы, как бы, как бы, вы втиснули себя в определенные рамки, вы втиснули себя в определенные, ну, ну, в определенную такую парадигму, которая вам, как кажется, верной, что я должна быть. Я должна быть сильной, если я сильной, если я буду сильной, вот, то соответственно, эээ, ну, у меня будут сильные, эээ, сильные, эээ, у меня будут сильные мужчины, наверное, так это, наверное, работает, наверное. Это лишь только сейчас мои приплачет. Вот. В целом же, эээ, если человек ищет, эээ, как мне кажется, ищете вы обобрения, да? Если вы ищете одобрения, если вы ищете признания, эээ, вот, если вы ищете любви, если вы ищете принятия, то, в целом, это, как правило, приводит к тому, что вы ведете себя как очень, ну, очень, эээ, знаете, как очень недоступно. И, соответственно, когда, если вы ведете себя так, то мужчина вам попадается, соответственно, эээ, соответственно, эээ, соответственно, вашим моделям поведения. Потому что, если бы был другой мужчина, например, то, ему бы с вами пришлось, эээ, условно говоря, конкурировать, да? Например, эээ, например, эээ, сильные мужчины, ну, вот, где, сейчас, о которых вы, эээ, говорите, эээ, вот, такие мужчины, они, эээ, не любят конкурентство. Они, все-таки, им больше нравятся, когда, эээ, женщина, эээ, ну, как бы, занимает такую, вот, эээ, позицию, эээ, ведомая. Вот, ну, как правильно. То есть, понятно. Разные, разные бывают ситуации, ситуации, безусловно, я не пытаюсь. А здесь, эээ, всех грести под одну гребенку, это, понятно, было бы некорректно с точки зрения, ну, вообще с любой точки зрения, с любой точки зрения. Вот, поэтому, мне кажется, что ключевой момент заключается в следующем, как мне видится. Эээ, у вас есть, эээ, два, два пути, эээ, по которым вы можете двигаться, вы можете двигаться, эээ, два пути. Первый, первый путь, это, эээ, ну, как бы, двигаться в сторону того, чтобы, эээ, быть собой, вот, чтобы не подавлять себя, чтобы не задавливать, не передавливать себя, как вот сейчас. Ну, на мой взгляд, это делается, вот, это первое, что можно сделать. И, это определенный такой, эээ, если угодно, пересмотр, эээ, пересмотр, эээ, пересмотр, эээ, ну, вашей позиции, это если угодно, эээ, переформатирование ее. Эээ, второй путь, это путь более такой, эээ, поведенческо-корректирующий, вот, к которым вы, ээээ, просто, эээ, корректируете свое поведение так, чтобы, ээээ, привлекать именно, вот, тех мужчин, которые вам нужны. Вот. Эээ, хочу обратить ваше внимание на следующее, что, эээ, мне кажется, что, вот, ну, вот, как вы, ага, как вы, репрезентуете, ээээ, себя, как вы репрезентуете себя. Мне кажется, вы тягачете к отношениям зависимым. Вот. То есть, да. Так вот. Сейчас вы, ээээ, ээээ, ведете себя как человек очень независимый, но который ищет. Ищет правое, от кого бы он мог быть зависимым. И если, вот, какого человека рассчитает, который, ну, берэф то можно почувствовать, ээээ, что вы, ну, любимые, что вы нужны, что вы, эээ, вас принимают, вот, то вы вполне от этого человека можете впасть в зависимость. И вот как бы тогда, как бы в таком случае, не повторился весь ваш ужас, весь ужас того, что вы уже проживали, когда вы тянетесь, а, ну, как бы вас отталкивают, вот. Поэтому решать вам, у любой позиции есть, в принципе, как свои плюсы, так и минусы, вот, как, в принципе, и во всем жизни решать эту историю нужно исключительно вам. Решать, как поступать, а решайте исключительно, исключительно вы, мне кажется, поэтому тут я бы сказал, что вам нужно только выбрать, а психолог вам поможет как бы до этого дойти. Но я бы предложил для начала просто поговорить о тех моментах, которые вас, вообще говоря, беспокоят. Вот. Я бы предложил, а, поговорить о тех аспектах, которые вас беспокоят, о тех моментах, которые вас тревожат. Вот. Я бы предложил, а, сначала поговорить, а, поговорить, об этом. И дальше уже, дальше уже, смотреть, в какую сторону вы хотите двигаться. Вот. может быть, процесс, процесс терапии, процесс работы, вы увидите в себе, вы увидите некий такой потенциал для того, чтобы рассмотреть, рассмотреть некоторые альтернативы. Некоторые альтернативы для, ну, своей жизни. Вот. Конечно, повторюсь, решать это исключительно вам. Вот. Мои позиции, мои страны, по крайней мере, это вот выглядит, ну, вот, наверное, наверное, мои страны это выглядит вот так. Как это, по крайней мере, вижу я. Вот. А, если у вас, конечно, большое количество обиды, безусловно, безусловно, есть большое количество обиды на того же отца, на маму, возможно. Вот. Все это у вас офигит, все это у вас, вероятно, разрушает. Вот. Вот. И это можно опять же от этого избавиться, да. То есть, ну, можно, можно, можно освободить вас от этих болезненных переживаний. Вот. И если вы хотите, если вы хотите этого, конечно, конечно же. Вот. Только если вы этого хотите. А на данный момент ваш вопрос, он звучит несколько неоднозначно. Да. То есть, вот, по сути, вы спрашиваете следующее. Что делать, чтобы притягивать достойных и не бояться их? Это вопрос с работой с предатностью информации и с отношением к себе. Ну, коррекция такого отношения к себе, если можно так выразить. Вот. Но я бы еще обратил внимание на то, что вы дифференцируете людей. Вы дифференцируете людей на достойных и недостойных. Вот. А значит, скорее всего, так же вы относитесь и к себе. И если я могу быть достойным, достойным я могу есть. А это прямой путь к выдвижению к себе условий. А если я, если я выдвигаю себе условия, то я могу этим условиям не соответствовать. А если я могу этим условиям не соответствовать, то это значит, что я уже готов к тому, чтобы воспринимать себя как негативно, вот так я бы сказал, к сожалению. И в этом направлении, в направлении более ценностного отношения к себе, я бы тоже рекомендовал бы вам двигаться. Если, конечно, вы этого хотите. Потому что, повторюсь, я пока не очень, ну, я не знаю, я не знаю, как бы, в какую сторону вы хотите двигаться. Да, как бы, что-то, я не знаю. И это очень важно, как мне кажется. Очень важно, как мне кажется, на это вот, обращать, ну, обратить ваше внимание, чтобы, чтобы вы, чтобы вы как-то вот заметили эти вещи, чтобы вы как-то обратились с ними, чтобы вы, ну, позамечали их, позамечали себя, может быть, в таком лучшем ключе, в несколько более глубоком ключе, вот. А психолог, в свою очередь, может вам в этом оказать помощь, если вы, конечно, позволите нам это сделать, если вы позволите нам вам помочь, как бы. Вот. Поэтому, такая история, такой ответ я могу вам дать. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что при, ну, вот, при подобных историях, да, есть, на мой, по крайней мере, взгляд, есть достаточно ярко выраженный, достаточно ярко выраженный элемент сопротивления. Я могу надеяться только на то, что вы заметите это сопротивление. Я могу только надеяться на то, что вы будете замечать это сопротивление и, значит, отслеживая его в себе, вот, не позволяйте ему, так уж, прям, сильно на вас влиять. Вот, то, что хотелось вам сказать сейчас, по крайней мере, на данном этапе, на данный момент, вот. И, пока что, я думаю, это все. Пока что, это все. Пока что, это все. Пока что, это все, что я хотел вам сказать. Вот. Дополнительно, можно будет пообщаться и уже, уже пообщавшись с вами, несколько лучше понимать, о чем идет речь, несколько лучше понимать вас, вот. И дальше уже смотреть, как вам можно, можно ли, и в какую сторону, ну, двигаться в работе с вами. Вот. Вот. Вот такой ответ я вам могу дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего подхода, твоей философии и так далее. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, это было вам интересно, не бесполезно. Вот. Надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы, вот. И примете решение. Я буду благодарен вам за обратную связь, по моим ответам. Это позволит вам начать работу над собой, вот. Ну, потому что все начинается, в принципе, с обратной связи, вот. И ваша ситуация, она не исключение из правил, из этого правила она не исключение, вот. Поэтому я надеюсь, что вот эту обратную связь вы постараетесь дать. Вот. Я вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, будем на связи. Поехали. О tomb tentarέ verloren и откликуем его. Казать сум .. ... ... Продолжение следует...